Пас Пытается украсть этот банк ставкой В полбанка, ставит 1200 фишек Как минимум кол будет делать Дьяконов Возможно рейс Просто кол Открывается дама Теперь лучшая рука у Пучкова У него две пары Он пропускает торги И Дьяконов делает ставку Это так называемый полублев То есть сейчас у него ничего нет Но вполне возможно, что на ривере придет ему стрит Константин Пучков делает кол Открывается девятка, ничего не значащая карта Чек Будет ли продолжать Дьяконов блефовать Да, мы видели, что он уже таким образом блефовал Против Плаксина И вновь он блефует Ставит 3000, но конечно Константин здесь обязан коллировать Никакой альтернативы здесь не может быть Он проигрывает Только тройки Попросил дополнительное время На раздумье Константин Пучков Что-то его смущает в этой раздаче В том, как она складывалась И он думает о том, чтобы выбросить карты в пас Да, он пасует Даже не знаю, что заставило Константина принять такое спорное решение Итак, Сергей Дьяконов, который постоянно блефами забирает банки Лидирует На втором месте Константин Пучков Руслан Банкер весь турнир играет с очень-очень коротким стеком Он вновь выбрасывает карты в пас И еще меньше фишек Два с половиной больших блайнда У Ярослава Кондратьева Он, естественно, ставит All-in Будет ли коллировать Константин Пучков? Нет, уж слишком слабые карты Ну а Дьяконов обязан коллировать с любыми картами Здесь ему надо доставить всего 2500 фишек 2400, если быть до конца точным И он делает колл с валет 10 У Кондратьева лучшая рука И пока она остается лучшей Ничего не меняет и терн Но появилась флэш-дро у Дьяконова Нет, восьмерка пик Ничего не меняет И вновь Ярослав Кондратьев удваивается Но, правда, стек его остается очень-очень маленьким Несмотря на этот успех Поборемся еще Рано, рано меня зовете Блайнды, пожалуйста Карты положите, пожалуйста Уже 800 и 1600 блайнды Ваш стол Кол Пас И он заходит в игру колл Ярослав Кондратьев делает колл С первой позиции Странное решение А, очевидно, он хотел поставить ол-ин Но поскольку не произнес это слово А начал просто выдвигать фишки в центр стола То получилось, что ему засчитали это как колл В результате игроки с малого блайнда Также вошли в игру Но такой получился заманивающий мисклик Ну, мисклик это в интернете, когда игрок нажимает не на ту кнопку А здесь вот практически вживую Такой вот мисклик получился у Кондратьева Он нажал не на ту кнопку Но таким образом заманил двух игроков в банк Теперь у него старшая пара со старшим кикером После двух чеков он делает ставку Но абсолютно ничего нет у его оппонентов И оба выбрасывают карты в пас Кондратьев забирает на 800 фишек больше Чем забрал бы, если бы поставил ол-ин Поскольку с малого блайнда Дьяконов доставил И очередной ол-ин, ол-ин Бангерт против Кондратьева Ну, у Бангерта совсем маленький стэк был 7 тысяч фишек всего Слабая рука Двалец 6 А у Кондратьева хорошие карты Туз-дама Одномастная и хороший шанс выбить Руслана Бангерта Ну, особенно после того, как на флопе уже открывается туз И остаются чисто теоретические шансы Выиграть эту раздачу у Бангерта Ну, а после десятки на терне Этих шансов не остается вовсе И вот так вот Ярослав Кондратьев возвращается в игру А Руслан Бангерт выбывает на пятом месте Ну, совсем не было у него карты И шансов в этом турнире подняться выше он фактически не имел Ну, опять мы видим противостояние двух профессионалов и двух любителей Кондратьев и Пучков профессионалы А Плаксин и Дьяконов Любители, отобравшиеся на турнир через интернет Ну, впрочем, Ярослав Кондратьев также выиграл отборочный турнир на сайте Full Tilt Poker Он атакует на валет 10 пик И с двумя пятерками делает кол Дьяконов Дама 9-6, двусторонняя стрит-дроу Кондратьева Король или восьмерка нужны ему, чтобы собрать стрит Чек-чек Ну, валет дает ему еще и пару валетов, которые вполне достаточно для победы Дьяконов вновь пропускает торги Ну, здесь уже Ярослав наверняка будет ставить Он делает ставку 4,5 тысячи фишек У Дьяконов нет никаких оснований полагать, что его две пятерки здесь годятся Надо пасовать, ничего не сделаешь Не поймал он сет со своими двумя пятерками И он пасует Очередной банк достается Кондратьеву, который сумел изменить ход, неудачно складывавшись для него турнира Колом заходит с баттона Плаксин С король 10, но при таких стеках вряд ли это решение можно назвать правильным И Константин Пучков выбрасывает с малого блайнда, не стал он доставлять даже 800 фишек Атакует Дьяконов, ставит 4 тысячи и тут же получает ол-ин от Плаксина Вот такой вот необычный способ розыгрыша карты Король 10 Надо ли доставлять здесь 7800 Дьяконову? Нет У него самая слабая теоретически возможная рука 2-7 и он выбрасывает карты в пас Вот так вот неожиданно разыграл свою руку Дмитрий Плаксин и его прием сработал Сработал очень хорошо По-прежнему лидирует Сергей Дьяконов, но у всех игроков уже более-менее рабочие стеки Удача в покере, конечно, влияет и достаточно немаловажно Но если рассматривать дистанцию, то удача должна нивелироваться И здесь, конечно, сказывается мастерство, опыт, мне кажется Уже на длинной дистанции удача практически не должна сильно влиять Итак, лидирует Сергей Дьяконов, но у всех четверых игроков есть шансы побороться за первое место И 100 очков, которые дают отличный шанс на выход в финал Именно в финале будут разыгрываться основные призы 10-9 треф у Константина Пучкова на баттоне Наверняка он будет атаковать Ставит 3600 фишек Но с ТУС-6 одномастными Дьяконов калирует Кондратьев пасует и в раздаче Пучков и Дьяконов Три пики на столе Дьяконов пропускает торги У Пучкова есть совпадение по девятке и стрит-дро, но нет пика, он тоже пропускает торги Шестерка червей дает совпадение Дьяконову Он, как мы уже видели, очень любит ставить, очень любит блефовать Играет очень агрессивно И не исключением становится и эта раздача Он очередной такой полублеф устраивает, ставит 4000 фишек Что делать здесь Константину? У него совпадение, гадшот, но нет пиковых карт И он сдается, выбрасывает карты в пас Очередной успешный блеф Сергея Дьяконова Из Татарстана, который просто банк за банком забирает, не имея хорошей карты Теперь атакует Дмитрий Плаксин с королем и дамой разномастными Делает рейс с баттона Пучков пасует И Дьяконов вновь защищает свой большой блайнд колом Очередное противоборство Дьяконова и Плаксина Но флоп очень неприятный для Сергея Дьяконова У обоих по королю, у обоих по старшей паре Но кикер лучше у Плаксина Так что он далеко впереди Делает он ставку, 4000 фишек Игрок ол-ин Дьяконов идет ол-ин Ну, конечно же, Плаксин будет колировать И он видит, что у него лучшая рука Более того, 86% на победу Но, посмотрите, ловит свои три аута Дьяконов Не только на его стороне блефы, но и удача И посмотрите, по-моему, очень расстроился Дмитрий Плаксин Буквально бегом он покидает игровой зал Действительно, очень неприятно В три аута его, что называется, переехали в ол-ин Блайнды 1000 и 2000 И уверенно лидирует Сергей Дьяконов Удача на его стороне в этом турнире Ну, к тому же, оппоненты очень сильно ему верят Идет ол-ин Кондратьев У него 3-5 Трифовые Рассчитывает он, что нет достаточно хорошей карты для кола у Пучкова Но у Пучкова две двойки Конечно, не очень всегда приятно коллировать с такой картой Потому что ты не можешь даже теоретически иметь больше 50% на победу Против даже случайной руки у тебя около 50% Но у Константина всего 5 больших блайндов Он просто уже не может продолжать сбрасывать карты в пас И очевидно, что с двумя двойками он должен коллировать Вот такой вот забавный коинфлип 5-3 против двух двоек Флоп не помогает Кондратьеву Но вот терн дает ему достаточно много аутов Теперь, кроме пятерки и тройки, его устраивает повтор восьмерки или девятки Но это четверка Удваивается Константин Пучков И у Ярослава вновь остается совсем мало фишек Ему уже два раза удавалось подниматься совсем с маленького стека И теперь надо попробовать сделать это в третий раз А Пучков выходит на второе место Туз 9 у Константина И он делает рейс под ол-ин Ярослава Кондратьева У Дьяконова Туз 6 на малом блайнде Ну мы видели уже, что он играет любую туза И вот он идет ол-ин И коллируют оба И Пучков, и Кондратьев Лучшая рука у Пучкова У него есть шанс удвоиться и выбить Ярослава из банка Но посмотрите, ну невероятное везение в этом турнире сопутствовало Сергею Дьяконову Он ловит шестерку и четверка на ривере ничего не меняет И посмотрите, в одной раздаче он выбивает обоих своих оппонентов И выигрывает, выигрывает этот отборочный турнир Получает 100 очков благодаря просто ну невероятному везению Одолел он сразу двух профессионалов в конце Итак, он получает 100 очков и становится одним из лидеров Наряду с Надеждой Гундориной и Александром Кострицыным Которые выиграли другие отборочные турниры Ну а нам предстоит наблюдать еще и за решающими отборочными турнирами Которые и определяют участников финала А для вас работал Илья Городецкий Готовы ли вы бросить вызов легенде покера? Сразиться за шанс сыграть с лучшими игроками мира И получить долю призового фонда полмиллиона долларов Зайдите на fulltiltpoker.net И узнайте, как стать участником русской схватки абсолютно бесплатно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok